Девушки отдыхают Пречу до актора, которого звали Эдвард Нортон. Так вот, еще до Эдварда, то вы все помните, что он снимался в фильме «Бейцовский клуб». Конечно, также этот красавчик еще и был лауреатом, вернее, он, так сказать, шел к двум Оскарам. Я не знаю, в итоге получил или нет, в любом случае. Не отримал, насколько я помню. Представляете, значит, иногда дружба приводит к тому, что люди готовы соревноваться между собой. И именно между дружбой Эдварда Нортона и Мэтта Деймона эта конкуренция всегда была активна. Они постоянно бились на майданчику за роли свои и постоянно делились, так бы мовити. И вот, скажут, Википедия запевняет, что Эдвард Нортон постоянно програвил как раз Мэтту Деймоном. А еще, слушай, я вообще не знал, я был в шоссе, что самый «Бейцовский клуб» провалился в показе в Америце. Вот это для меня настоящий шок. Да, но зато при этом Эдвард уступил все же своему другу в роли спасти рядового Райана. И, собственно, потому что он как раз и снимался в том же «Бейцовском клубе». И выиграл, потому что, действительно, «Бейцовский клуб» — это справжняя классика. И фильм, такой человек, который можно смотреть постоянно на повторе, на репети. Давайте сейчас перейдем к экологичным автомобилям. А именно сейчас поговорим про Тесла. Детки, представьте себе, изменили последнюю вариацию на тему машиночки Теслы. Именно как? Как именно? Давай, рассказывай. Короче, как его звать? Эллен Маск. Эллен Маск. Его детки. Пятеро детей-подростков, мальчиков. Народив детей, целых сет. Заходят, значит, такие в машину. И кажут, кто может эту машинку, взагалей, выконатый? У якусь корзину, потому что вона взагалей нияка. Потому что там нема лихтарики, вяки дозволяются читати в автомобиле. Так вот, поедумляются, что дети хотели сейчас там прочитати. А Эллен Маск вважав, что можно все это читати просто с планшетик. Ну, конечно же, он не помнил, что детям иногда нужно поиграться и обычными книгами. А для этого использовал, так сказать, все же послушался своих детей. И решил воспользоваться их советом. И сделал возможное включение нескольких лампочек. Так вот, еще интересно, что физлиша компания вырубила усим... Точнее, что сработала усим божающим установку ламп за свой рахунок. Помните, мы рассказали вам про то, что нужно снять стресс. Так вот, теперь действительно держите себя в руках. Потому что Flappy Bird выходит уже не как додаток до ваших смартфонов, а как автомат для игры. Теперь точно понимаем, что уже у нас планшеты и мобильные телефоны не будут разлетаться на справа налево. От того, что мы не проигрываем, все время проигрываем в этой очень страшной для меня просто нервной игре, честно скажу. Через которую можно даже сломать палец, потому что в лекарню обратились как раз с богатыми... Психическими расстройствами. Психическими расстройствами. Нет, потому что постоянно нужно тапать, и, знаешь, там что-то случилось с пальцами, они очень болели у некоторых после Flappy Bird. Друзья, наставь час вы не выродите себя за уважницей. Заходите на Нескафе Swin1, M1 TV, выбирайте правильный ответ и отримайте чашку и запас каву от Нескафе 3 в 1. И делайте это прямо сейчас, потому что я задаю вопрос. Тот, кто правильно отвечает, получает наши подарочки к себе домой. Итак, что такое Haskell? Вспоминайте, пожалуйста. Первый вариант. Это язык программирования, названный через математика Haskell, Гарри. Второй вариант. Это приложение для быстрых интервью или уже третий вариант – социальные сети для гиков. Забирайте, забирайте же вы через свои подарочки и залишайте нам, например, залишайте нам программу стартап-шоу на М1. А просто сейчас мы будем пригадывать еще, что в нашей программе сегодня отбывалось. Сегодня. Мы познакомились с Яушем Ковальск, который представлял кейс, а самое арома кейс. Принцип работы достаточно простой. Здесь стоит 27-миллилитровый картридж с любым парфюмом, то есть это монетизация клиента. Пшикать, просим, просим! Ну, я не знаю, это видно, не видно. В общем, этот маг-чародеи-колдун сделал так, что что-то полилось ароматное из его чехла. Класс! И все же, что такое этот Haskell? Может быть, нам в помощь придут ответы от наших звезд? Давайте слушаем. Haskell. Такой серьезный большой собак. Это человек, который живет на Северном полюсе. Друг, наверное, лайки. Синоним, допустим, антоним, слово хакер. Ассоциируется, я не знаю, чему, с джунглями. Новый вид собаки. Собака. И рубит льды. Делать из них фигурки прикольные. Хаски и пикинез. Ну, это, собственно, Хаски. Точно знаю. Мы не хотим с вами расставаться, но уверен, что небольшая такая перерва будет только впливать на наши статусы в лучшем способе. Вы же будете скучать снова и снова. Мы же будем грустить и готовиться к новым программам, встречам с вами. Будем готовить самые интересные материалы. Обещаем вдохновлять вас, как и прежде. Встречаемся ровно завтра. Ровно в два. Вау-вай-вай. Редактор субтитров А.Семкин